Музыка Музыка, моя слова Их склонение и спряжение Их внезапное сближение Тайность, о, обнаружение Их единство и родство Музыка, моя слова Очень ясен синь синица В стиле синь ли сон ли синица В стиле синь его синица Синь, синица, синего Крауля, крауля, по кровати Музыка, моя слова Ах, как музыка играет Вон сердце замирает И хужится голова Синь, синица, синего Синь, синица, синего Синь, синица, синего Синь, синица, синего Синь 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Очень много бардерских песен вообще, очень много, да, поэтому... Паша тоже там написал такую красивую песню. Первая кассета так называлась, «Музыка, мои слова» так назывался, да, концерт. В конце, да. Слава Богу, живого нашего современника Паша был с ним знаком. Вот такая песня, которая называется «Снег и вечер». «Музыка» Как они друг с другом ладят, Как вести себя умеют, Каждый вечер снега падет, С каждым снегом вечереет, Каждый вечер снега падет, С каждым снегом вечереет. Как они друг с другом ладят, С каждым снегом вечером, Каждый вечер снега падет, И какое мне значение, и мучение какое Угадать с небычерным, скотство собственной душой Угадать с небычерным, скотство собственной душой Улыбнуться и не верить чуду этого открытия Я сегодня запер двери, вы ко мне не приходите Мне обрадовать вас нечем, у меня стряслось такое У меня сегодня твой снег и вечер, снег и вечер у меня Сегодня твой снег и вечер, снег и вечер Пам-пам-пам-падабадарам, пам-пам-пам-падабадарам У меня стряслось такое, у меня сегодня твой снег и вечер Субтитры создавал DimaTorzok Погоди Говорят, что в роботе под шесть метров Вот видишь, там была Dima На самом деле такая потребность вдруг возникла в связи с этими событиями, когда Паша ушел Образовалась некая душевная пустота Ее нужно было чем-то заполнить А заполнить ее было нечем То есть таких людей больше не было, таких друзей у меня больше не было, таких родственников у меня не было И мы с ним прожили такой жизнью 28 лет, можно сказать, дружеско-творческой Вот какой-то такой совсем Вот поэтому образовалась некая душевная пустота И возникла потребность, наверное, написания ее, можно было запомнить только эти Поэтому начали появляться вот разные песни Вот так как стихи я писать не умею Вот поэтому вдруг Мой приятель, с которым мы знакомы уже тоже 40 лет А не один из старых друзей Я узнал, что он пишет стихи И вдруг эти стихи начали звучать Поэтому появился вот ряд песен На стихи нашего такого, можно сказать, поэта Достаточно известного в интернете по фамилии Кулешин А так это Алексей Куреев, это мой старый друг Вот так что вот на стихе Алексей Куреев этой песни И первая песня, значит, она вот как раз написана по этим событиям Называется она «Путник со свечой» Посвети свечой, двери отвори Задрожит тенцом пламя на ветру Я шагну вперед на костер сзари И на сотню лет для тебя убру Перекоры снов во пустых вестей И обиды прячь за ресничками Слезы, синий дождь из ночных костей Одинокая дучка выскочка Что пожнешь дождя, морный горный хон На душе туман, морозь с тылой Наша жизнь давно водяной альбом Где пророчества пишут вилами Что записано, протечет ручью Но письму готов, а не окились Дверь дубовая, путь и вся свечой Здравствуй, сонню лет мы не видели Субтитры создавал DimaTorzok Посвети свеча Ну я думаю, да, конечно Вот она написана, как раз после всех этих событий Там написано несколько песен Они все такие осенние Основные события, он умер в конце августа Все события эти тяжелые Они происходили практически в бабье летное Ну давайте мы сейчас что-нибудь повеселее, наверное Даже грустить как-то Тем более Не горевать на жопу Песня называется Я рисую Посвящена она художнику красноярскому Юрию Попову Который сейчас живет здесь недалеко от нас Под Переславль-Залевском Он с Красноярск уехал И они с женой живут на охоте И он там творит свои вот эти вот картины Вот и вот после поездки тоже на стекле все куревы Родилась вот такая вот песенка Вот Да ладно Вот И тут мы используем еще Если кто помнит нашу старую передачу Вы использовали вот этот вот прекрасный инструмент Вот Который Ну Лена расскажет более подробно Это ее личный Потому что мужчины на нем играть не умеют И не могут Но я не буду говорить почему Редко 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 Использовали на кульмане там это Штриховать Что-то Редко Редко Языком достать Ну инструмент очень сложный Потому что Потому что линейки Да Дело в том что линейки эти кончаются Их больше нет нигде Потому что кульмана нет Вот этого аппарата А линейки все поперли уже Потому что Вот это вот Это уже один Ага Я рисую Я рисую Я рисую Ель бы колочку косую Небо сито-голубое А под небом я с тобою Небо сито-голубое А под небом я с тобою Я рисую Я рисую Как колоду косую Были небо я песок А риска со всех сторон Были небо я песок А риска со всех сторон Я рисую Я рисую Радость девочку косую Белый плавица как дым И себя совсем силым Белый плавица как дым И себя совсем силым Там пришла ты и сказала Что немножко опоздала И сейчас что не умею Я ни капли рисовать У нас там замечательные ребята Конечно И кто может посмотреть в интернете Как будто Юрий Попов Художник замечательный Красноярск Но И он Чухонский Вальсок И как бы Вальсок не получился У меня вот какая-то получилась грустная песня, но я ее назвал «Чихонская грусть». Поэтому вот она вот именно такая и грустная. ПЕСНЯ Все твердил о какой-то Японии. ПЕСНЯ А наутро похмельный синдром. И халат цвета ярко лимонного, и качается старенький дом. ПЕСНЯ Церемоний ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну, наверное. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Синдром. Чай без сахара, без церемонии. ПЕСНЯ 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 ЛИБО НАОБОРОТ. Эта песня, да, вот эта... Эта песня написана по причине наоборот. Мы расстались с девушкой, я очень переживал. В результате переживания написал песню. Пошел плакаться к другу своему давнему, к Юре. Говорю, Юра, мы расстались. Он говорит, подожди, ты когда последний раз песню писал? Я говорю, ну, лет пять назад. Он говорит, старик, ты должен этой девушке сказать спасибо. Ты, может, еще пять лет ничего не написал бы. А так песня. Вот. Песня называется «Одной женщине». Там есть слово, которое я, как правило, поясняю. Чистаки. В переводе с молодежного сленга «Центр Москвы» означает «Чистые пруды». Одной... Он говорит, что себя не так setup. Но она не vengeance для тебя. Он говорит, что себя не очень bothered. Но, она свидетела на себе непередав عليه и умного органов. Он говорит, что себя не заботя. Под Fujим, что себя не Placejourли. Он каким-то страдать процентом, он не будет свободно жить, Он рубит его о том, Продолжение следует... 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 Вот они, поэтому-то они и поэты классики. Ну вот мы же тут написали «Не горюй», сейчас мы испоем эту песню, которая называется «Не горюй», а на самом деле, конечно, к вам крепкого-крепкого здоровья, живите подольше, радуйте своих близких, родных, всегда улыбайтесь, будьте добрыми и всегда любимыми, счастливыми. Мы не понимаем, что они не привезли, значит это не есть такие свои какие-то другие кое-какие дети, которые учатся. То есть из них все очень насколько это будет, ему-то просто вам все эти новые которые люди, они будут, которые уважают так, как они все знают, что они не происходят. А вот, купли дня из нашей строя, что тут вот была, ну, все, что тут случилось с голубей. А в целом не горюй. На стихе бахет кинжи. Не горюй, горевать не нужно, Жили-были, не пропадем. Все уладится, потому что На рассвете скрипучий дом. Осторожничая, без крика, Веронола и воронья. Вступит мужа моя, Музыка городского небытия. Мы неважно внимали Богу, Но любому нас склонили. Открывается понемногу Стародавний ее секрет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Колословная непогода Распилается над землей. Субтитры создавал DimaTorzok Куртый чертый, серый тряпкой, Беспокоен и нелюбим. Покрывай его ангел зябкий, Черным цветом ли голубым. Но пройдет штука турной кистью По сырым его небесам, Прошлогодним исцелевшим листьям, Изменившимся адресам. Чтобы жизнь началась сначала, Чтобы утром из рукава Грузной чайкою вылетала Незабвенная синева. Куртый чертый, серый тряпкой, Беспокоен и нелюбим. Субтитры создавал DimaTorzok